По-прежнему возникает много вопросов по поводу проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования. И с учетом того, что на момент выхода ролика идет перезаключение договоров на выполнение этих работ, о чем мы поговорим отдельно, вопросов и спорных моментов возникает все больше. Сегодня поговорим на тему, что вам делать в случае некачественного проведения технического обслуживания. К примеру, работал себе котел 10 лет нормально, пришли газовики, обслужили, ушли, а работать котел стал плохо. Ну, по крайней мере, на ваш взгляд. Чтобы ответить на два главных вопроса в нашей стране, кто виноват и что делать, давайте еще раз разберемся в перечне работ, которые проводятся при техническом обслуживании. Этот перечень ни от кого не скрывается. Он прописан приложение к договору, выложен на официальных сайтах предприятий. И обращаю ваше внимание, все эти работы направлены только, можно сказать, исключительно на безопасность, больше ни на что. То есть проверяют, безопасно, ну и отлично. Небезопасно, отключение, ну или ремонт. Тут уже по вашему желанию, но уже по отдельному договору, никак не связанному с техническим обслуживанием. И уже после ремонта, пожалуйста, продолжение безопасной работы. Если коротко пробежаться по этому перечню работ, то это проверка герметичности газопровода, проверка, чтобы краны держали, чтобы тяга была, автоматика срабатывала на оборудовании, регулировка процесса сжигания газа на этом же оборудовании и инструктаж. И давайте немного поподробнее. Многие граждане любят издеваться, дескать, я и сам мылом могу помазать. Никто с этим не спорит. Но вы уверены, что ваш пьющий сосед за стенкой сделает то же самое. И, кстати, слесари уже давно вооружены чувствительными газоанализаторами. Просто бывают ситуации, что мылом-то удобнее, ну или для постраховки. Вообще, отсутствие утечки – это главная задача технического обслуживания. И уважающий себя слесарь ее, в принципе, не допустит. Но если вдруг это все-таки случилось, ну то есть техническое обслуживание прошло, и уже после вы почувствовали запах газа. А в принципе, ситуации бывают разные. К примеру, подводка металла рукав. Вроде бы все герметично, все держит, а через неделю раз – и свищ, и травит газ. Или оборудование такое старье, что там, в принципе, уже его надо выкидывать, там ничего не держит. А его обслуживать надо. Ну и так далее. В общем, это самое страшное, что может случиться при техническом обслуживании. Ну, в этом случае вы срочно звоните там 104, ребята прилетят, исправят, и ни о каких деньгах здесь речь, естественно, не должна идти. Следующее – краны. Да, пробковых кранов, которые разбирались и смазывались, все меньше. Но шаровый кран тоже обследуется на предмет утечки и целостности. И да, если копнуть глубже, то трудозатраты на техническое обслуживание шарового и пробкового крана разные. Но ГРО, в принципе, это не учитывает. И если вы человек принципиальный, ну, то идите, сходите в ГРГАЗ. Я практически уверен, на 100% вас услышат и сделают перерасчет. Ну, разница будет крайне незначительная и, я думаю, не стоящая вашего времени. Ну, если в процессе техническое обслуживание кран ваш сломают, то, естественно, слесарь заменит его за свой счет. Ну, в принципе, я такого что-то не припоминаю. Да, были случаи, что с маской слесарь все обои заляпал, ну, потом пытался их оттереть, но лучше бы он этого не делал. Ну, в принципе, лучше надо было бы подумать заранее и подложить какую-то картоночку, и тогда неприятностей не было бы. Следующая тяга. Ломаться здесь, в принципе, нечему. Просто скажу, нарушений здесь предостаточно. Сделаны вент-каналы во многих случаях как зря. Поэтому техническое обслуживание для безопасности здесь просто крайне необходимо. Следующая проверка автоматики. Опять-таки, сломать здесь что-то, в принципе, сложно. А вот если у вас уже неработающая автоматика, то по правилам вас должны отключить. Если хотите, то это, в принципе, можно сравнить с автомобилем и неработающими тормозами, и гаишником с эвакуатором. В нашем же случае гаишник может выступить сразу и в роли механика, и на месте заменить суппорта и колодки. Эту ремонтную работу, ну, скажем, починку котла или колонки, можно, кстати говоря, делать вполне законно. Оплатить отдельные квитанции на ремонт, а можно, в принципе, мимо кассы. Ну, думаю, у грамотного слесаря такая услуга предоставляется, и, естественно, она должна быть дешевле по логике. Но не надо требовать от него проводить ремонтные работы и использовать свои запасные части бесплатно. Я прекрасно понимаю, что техническое обслуживание стоит денег. И, кстати говоря, считаю, что государство могло бы взять на себя эти затраты, ну, или хотя бы часть затрат. Но, тем не менее, ремонт – это отдельная статья. Не нравится – отключение. Неработающая автоматика – это серьезно. Не хотите платить Гургазу – вызывать отдельный сервис какой-нибудь. Ну, там тоже, я думаю, нужно будет платить. Ну, и заключение. Самое интересное. Регулировка процесса сжигания газа. Кстати, почему этот пункт здесь? Ну, неправильно горит газ. И что? Неправильная газовая смесь воздуха. Уменьшает КПД. Газ расходуется больше. Ну, да это, казалось бы, ваши проблемы. Но нет. Дело в том, что в этом случае сильнее выделяется угарный газ. А это уже реальная опасность. Вообще, бывает оборудование, которое, в принципе, из-за времени уже там, ну, нечему регулировать. На свалку пора. Но, к сожалению, ну, не все могут себе этого позволить. Замену оборудования на новое. Но бывает ситуация и халатности. От цесарей требуется больше количества, а не качества. И он по-быстрому почистил газовую горелочку, ну, скажем так, не совсем качественно. И получилось, что котел до чистки горел лучше, чем после. Да, такое, в принципе, может быть. Ничего в этом криминального такого нет. Ну, просто созвонитесь. Вам все придут и исправят бесплатно. Ну, естественно, сильно со звонком не затягивайте. Ну, то, как бы через месяц уже не совсем ваши претензии будут звучать правдоподобно. В общем, работы по техническому обслуживанию строго регламентированы и направлены строго, повторюсь, на безопасность. Ну, и в конце приведу пример работ, которые не входят в техническое обслуживание. Это, допустим, замена неисправного счетчика, или установка сигнализатора, или замена термопары котла, или устранение подкапывания газовой колонки. Все эти работы не входят в ТО. Вот яркий пример для понимания – это навесной котел. На его примере поставим все точки над И. Смотрите. Замена насоса, замена платы, расширительного бака, допустим, замена какого-то датчика. Даже подкачка давления в водяном контуре – все это нет, не входит. А вот чистка горелки, проверка давления газа на входе и регулировка газового клапана – это да. Эти работы входят в техническое обслуживание. Надеюсь, полученная информация для вас была интересна и полезна. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok